Ульяновские парламентарии Ульяновские парламентарии Расходы на следующий год составят 61 млрд рублей, из них почти 70% направят на социальную сферу, выделив на реальный сектор экономики 12,5 млрд рублей. 20-е заседание законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва. Депутатам предстоит обсудить во втором чтении главный финансовый документ региона. Начали с доклада министра финансов. Екатерина Бутская напомнила основные параметры бюджета на 2020 год. Общая сумма доходов составляет 60,4 млрд рублей. Расходы превысят доход в будущем году на 900 млн рублей. Сама структура расходной части не претерпела существенных изменений. По структуре, как я уже отметила, сохраняется социальная направленность практически 70%, социальная это остается прежнего. Единственное, по реальному сектору экономики есть большой удельный вес с плюсом, то есть обычно закладывалось не более 13%, а сейчас 20%, то есть на 7% произошло увеличение по структуре. Мы заинтересованы, чтобы в системе здравоохранения, образования, социальной политики, в дорогах, в других сферах наступали реальные улучшения. Нам не нужно ухудшать или, допустим, отнимать и делить. Мы за то, чтобы прибавлять постоянно и под контролем, естественно, эффективно доводить деньги до каждого конкретного человека. 97% расходов в 2020 году профинансируются через госпрограммы. Ульяновской области поддержат 21 такой проект общей суммой почти 60 миллиардов рублей. К уже привычным программам с 1 января добавятся два новых направления – научно-технологическое развитие Ульяновской области и содействие занятости населения и развития трудовых ресурсов в регионе. Перед нами стоит очень амбициозная задача. Нам необходимо привлечь в следующем году порядка полутора тысяч человек. А это нужно не только привлечь, нужно обучить людей, нужно повысить квалификацию. Необходимо внедрять новые технологии для повышения производительности труда. Кроме этого предстоит еще и обучение управляющего состава. 9,2 миллиарда рублей пойдут на реализацию национальных проектов. Однако в этой части есть определенные риски. Как отмечает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, связаны они прежде всего с недоработками на федеральном уровне. Форма отчетности увеличилась в несколько раз, даже в 5-6 раз объем отчетности по каждому виду национальных проектов. Это вызвало тревогу в регионах. То есть, вроде бы электронный бюджет, электронная информационная коммуникация появилась в бюджетном процессе, а отчетность увеличилась в несколько раз. Как замечают депутаты, между первым и вторым чтением шли нешуточные дебаты. Особенно по распределению дополнительных средств, которые будут поступать из Госкосны в течение следующего года. Одной из острых и приковывающих внимания отраслей до сих пор остается здравоохранение. В общей сложности вместе со средствами фонда ОМС и дополнительным миллиардом, которые поступят в региональный бюджет в декабре этого года, предусмотрено 23 миллиарда. Обязательно будут средства направлены на погащение кредиторской должности, которая на сегодняшний день имеется, в том числе и по решению судов обеспечения и уменьшения дефицита на лекарственное обеспечение, на ремонт наших районных больниц, ФАПов. Потому что хотелось бы, чтобы наше население приходило, наши люди приходили, нормальные, чистые помещения. В 2020 году на базе Новоспадской районной больницы планируется организация Центра онкологической помощи. Основными функциями Центра онкологической и онкологической помощи будут являться ранние выявления, диагностика, амбулаторное лечение, диспансерное наблюдение и обезболивание пациентов с онкологическими заболеваниями. На обеспечение лекарствами предусмотрено почти 703 миллиона рублей. Большая часть этих денег позволит обеспечить медикаментами региональных льготников и закрыть пробел по этому вопросу. В зоне риска остается группа федеральных льготников. На них предусмотрено 252 миллиона рублей. Эту часть расходов обеспечивает Госказна. И по сравнению с прошлыми годами финансирование уменьшается. В этом году на систему ЖКХ выделено более миллиарда рублей. Особо хочу отметить то, что выделяются деньги на газификацию, на водоснабжение, на очистные сооружения. В этом году впервые за многие годы выделены средства муниципальным образованием для укрепления гидротехнических сооружений, потому что это достаточно серьезная проблема, которая уже много лет назревала и требовала решения. На развитие транспортной системы Ульяновской области предусмотрено 6,5 миллиарда рублей. Больше 1 миллиарда выделены на ремонт дорог областного центра, что вызвало негодование у некоторых депутатов во время обсуждения. У нас на сегодняшний день на ремонт дорог в Димитровграде на 2020 год заложено 0,00 копеек. То есть ни одной копейки. Я уважаю ульяновцев. Это прекрасные люди здесь живут. Но все-таки, когда выделяется город Ульянск 1,150 миллиард на ремонт дорог, а Димитровграде 0, это, я считаю, какая-то шутка. Министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин пояснил, что все без шуток. Руководство Димитровграда не соблюдало порядок подачи всех необходимых документов для получения субсидий. Отсюда и такие показатели. Точнее, никаких. Министерству не предоставлена утвержденная программа по ремонту дорог на территории муниципального образования, равно как не предоставлено подтверждение софинансирования из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог. На основании этого, соответственно, в проекте бюджета содержится 0,00 рублей 0,00 копеек. По итогу большинством голосов бюджет Ульяновской области на 2020 год депутаты поддержали. Рината Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. В Москве проходит международный форум «Транспортная неделя-2019». В нем принимает участие губернатор Ульяновской области. Сергей Морозов выступил на конгрессе, посвященном развитию системы ГЛОНАСС и обозначил ряд направлений, которые актуальны для субъектов. На следующий год только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ульяновской области должны привести в порядок еще не менее 100 километров дорог. С улучшением качества дорожного полотна все острее встает вопрос о повышении безопасности дорожного движения. Например, в Ульяновской области ведется поэтапное создание мониторингового центра организации дорожного движения с использованием аппаратуры ГЛОНАСС, установленной на транспортные средства и применением региональной навигационно-информационной системы. Также в регионе внедряется автоматизированная система учета оплаты проезда и поэтапно идет увеличение комплексов для системы фото-видео фиксации нарушений правила дорожного движения. Активисты Общероссийского народного фронта при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, содействии поискового движения России третий год подряд помогают выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших в годы войны. В числе получивших информацию и четыре семьи из Ульяновской области. Николаю Алексеевичу было всего лишь два месяца, когда папа ушел на фронт. Сегодня уроженцу Ульяновской области 78 лет, но отца с войны он так и не дождался. Алексей Андреевич пропал без вести. Я знаю, только он на Финской воевал, после Финской на Владарском заводе работал. А потом вот война началась, он монех на броне был, а в 42-м году отправили. Ну, мать в 55-м году вышла замуж, и еще пять человек из этих, чужих. 19 ноября для семьи Коротинах судьбоносная дата. Николай Алексеевич наконец-то узнал, в какой бригаде служил его отец и каким был последний бой солдата. Ребенку войны вручили письмо с этой информацией. По крупицам сведения, защитники Отечества помогали собирать поисковики и активисты Общероссийского народного фронта. Искали по электронным базам данных Министерства обороны страны и архивным документам. Вся работа велась в рамках проекта «Судьба солдата», который охватил всю Россию с апреля 2017 года. Суть или цель этой акции – найти лучшие практики поиска наших участников Великой Отечественной войны, а также помочь родственникам, которые занимаются уже поиском самостоятельно, чтобы они могли найти судьбу своих родственников и близких. В городах России начали открывать стационарные мобильные общественные пункты, куда граждане могли подать заявки на поиск информации о своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Ульяновская область» присоединилась в этом году. Заявки от жителей общественники принимали в домах культуры села Тетюшска «Ульяновского района» и поселка Чердаклы. Всего за помощью обратился 21 человек. Хочу сказать, что эта акция не заканчивается, она продолжается, и поэтому все желающие могут обратиться к нам в региональное отделение Общероссийского народного фронта, на улице Кузнецова, дом 20, комната 1, или по телефону 41 85 42. Сейчас экспертам удалось найти информацию о родственниках четырех жителей региона. Помимо Николая Алексеевича, теперь о судьбе своего родственника знают и в семье Рамиля Обитова. Мужчина искал сведения о своем дедушке, который ушел на фронт в 1943 году и спустя некоторое время потерял связь с родными. Знать своих, особенно те, которые пропали без вести, это наши корни, это наша родня. И так как у меня дети, у меня сын военный, я ему это все передам, конечно, есть внуки, им тоже интересно, потому что сын у меня спрашивал несколько раз, пап, как там, вот как бы найти прадедушку. Все заявки, поступающие в местные пункты, передаются в Центральный штаб Москвы. За время акции больше всего за помощью пока обратились жители Рязанской и Ивановской областей. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. В 623-м Межведовой региональный учебный центр подготовил еще более тысячи связистов для Вооруженных сил Российской Федерации. С железнодорожного вокзала Ульяновска отправился эшелон военных связистов для дальнейшего прохождения срочной службы в армии. Как защищать Родину, они обучались 4,5 месяца. Торжественные проводы молодых связистов, лучшим из которых было призвоено звание «Младший сержант», прошли на железнодорожном вокзале с участием оркестра. В субботу состоялся выпуск данных военнослужащих с вручением диплома об окончании. И сегодня у нас торжественная отправка их по местам прохождения дальнейшей службы. То есть на протяжении 4,5 месяцев они проходили обучение. В дальнейшем оставшийся срок своей службы они будут проходить в воинских частях, в соединениях нашей Российской Федерации, наших вооруженных сил. 623-й Межвидово региональный учебный центр войск связи Центрального военного округа в этот раз подготовил более тысячи младших специалистов. По 11 военно-учетным специальностям в интересах вооруженных войск РФ. Связистов в течение 4,5 месяцев обучали на унифицированных командно-штабных машинах Р-149, цифровых комплексах связи перетелениц и другой современной техники. Учеб прошел спешно. Мне все понравилось. Замечательный учебный центр. Бережные отношения сержантского состава, как и офицерского. Меня вполне все устроило. Много чему я научился. Учил только полезную информацию. Много чего для себя усвоил. Илья Захаров из Екатеринбурга вместе с десятком других курсантов по распределению отправится служить в Читу. Парень говорит, что с детства хотел стать военным. И, наконец, его мечта осуществилась после прохождения обучения в Ульяновске. Проходили подготовку в течение 4,5 месяцев. Обучились на эту специальность. После успешной сдачи экзаменов прошло распределение по воинским частям, где в дальнейшем будем проходить нашу службу. Оставшие 7,5 месяцев в городе Чите. Через несколько дней каждый курсант прибудет в свою часть. Радиотелеграфисты, механики станции «Спутниковые связи», начальники командно-штампных машин приступят к исполнению своих обязанностей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Ульяновские черлидерши стали лучшими на фестивале-конкурсе Гран-при при Волжье. Соревнования прошли в Пензе. Ульяновские спортсменки покоряли спортивно-танцевальный олимп по Волжье в командном зачете. По итогам конкурса им удалось обойти конкурентов сразу в нескольких специальностях. В Чир-джаз-двойка и Чир-фристайл-группа «Бэйби». Они выиграли золотую медаль. В Чир-фристайл-группу мальчики-девочки уступили только победителю и заняли второе и третье места. Всего в соревнованиях приняли участие 23 девочки в возрасте от 5 до 13 лет. В 2020 году Федерация чир-спорта Ульяновской области планирует поездку на соревнования спортивного мастерства «Волжские просторы» в Самаре. А также участвовать и бороться за победу на главном олимпе страны – всероссийских соревнованиях по чир-спорту в Москве. МЧС за спасение жизни. В Ульяновском управлении МЧС России прошла ежегодная акция по сбору крови. Подобные мероприятия стали уже традицией для представителей чрезвычайных служб. Многие сотрудники ведомства участвуют в них регулярно. Сотрудники МЧС спасают людей не только по долгу службы. В Ульяновске прошла традиционная акция «В капле крови спасенная жизнь», посвященная Дню донора. Для сбора крови в главное управление приехали специалисты областной станции переливания крови. Помочь им вызвались участники Всероссийского общественного движения – волонтеры-медики. «Мы приехали в МЧС для того, чтобы работники, сотрудники и также наши коллеги, которые спасают жизнь, помогли спасти жизнь другим людям. Не только своей профессиональной деятельностью, но и своей кровью». В этот раз на призыв откликнулись около 70 сотрудников регионального МЧС. Медики собрали около 30 литров крови. «Принял такое решение для себя 5 лет назад примерно. Решил попробовать. Я считаю, что в этом нет ничего такого страшного. Помочь. Возможно, моя кровь поможет кому-то нуждающимся». Также среди сотрудников МЧС провели анкетирование для создания базы доноров по костному мозгу. На инициативу откликнулись около 30 человек. Анна Тищенко, Новости, Уллправда ТВ. Баскетбольное будущее Ульяновска. В городе готовят сильных баскетболистов. Клуб «Семь ветров» показывает высокие результаты на соревнованиях, но этого недостаточно. Чего не хватает тренерам и их ученикам в материале Виктории Черковой. В Ульяновске завершился чемпионат по баскетболу среди молодежи Железнодорожного района. В финале юношеских соревнований встретились команды из школы номер 40 и лицея номер 11 «Семь ветров». Спортивное событие по традиции состоялось в лицее имени Мендельсона. Большинство ребят из двух команд подготовил тренер Дмитрий Батяев. Наставник признался, за несколько лет неоперившиеся птенцы превратились в настоящих спортивных орлов. «С ребятами мы занимаемся с 2015 года. Когда я набрал их еще маленькими, сейчас они выросли и дают результат. Результат не только на уровне школы, но еще на областных соревнованиях и межрегиональных турнирах». Гордость команды клуба «Семь ветров» Михаил Телезнев. Его спортивное амплуа – легкий форвард. Старшеклассник мечтает связать свою жизнь с профессиональным спортом. Однако есть определенные препятствия. По его мнению, в Ульяновске недостаточно уделяют внимания баскетболу. Юмыша и его друзьям не хватает полноценного физкультурно-оздоровительного комплекса для тренировок. Баскетбольного клуба в городе тоже нет, но ребята надеются, что его все-таки организуют. «Как выпущусь из школы в лиге АСБ, студенческой лиге, и планирую в ВТБ лиге играть. Хотелось бы, конечно, видеть, чтобы у нас была не только футбольная «Волга», но еще и баскетбольная». В этот раз игра завершилась со счетом 87-50 в пользу команды 11-го лицея. «Семь ветров» в очередной раз показал высокий результат. Тренеры и их подопечные сработали блестяще. Как утверждают организаторы, в клубе талантов предостаточно. Только материально-техническая база им не соответствует. «Мы не имеем возможности бороться на соревнованиях более высшего уровня. Конечно, мы ведем работу по поводу поиска партнеров среди бизнеса. Также хотелось бы больше внимания от государственной власти». Клуб «Семь ветров» создан в 2016 году. Автономная некоммерческая организация все это время работает на базе 11-го лицея. Спортивный клуб продолжает готовить сильных баскетболистов. Но на одном энтузиазме и без собственного зала на международные соревнования не уедешь. Виктория Чуркова, Юрий Ломатов, новости Уллправда ТВ. 21 ноября в Ульяновской области ожидается солнечная морозная погода. Температура днем 8 градусов со знаком минус. Ветер северо-западный 3,5 метра в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии? Высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин